Итак, мы поднялись к мостику. Вот вы видите флаги НАТО, флаги разных стран. Я сейчас нахожусь на мостике этого корабля, названном в честь адмирала. Этот корабль называется Эверсен. И я сейчас вас подведу к мостику, где находится командующий всей группы кораблей НАТО, которые сейчас входят в порт в Грузии, в порт Поти. Мы с ним сейчас поговорили, потом у нас будет с ним еще подробная беседа, интервью. Ну, в двух словах я просто хотел бы сказать, что вот те сообщения о подлетах самолетов и сопровождении какими-то российскими кораблями, команда сказала, что это нормально, это бывает всегда, все к этому привыкли, не нарушается вот эта дистанция подлета, поэтому, в принципе, ну, обычная ситуация, никаких нервных моментов нет. Вот вы видите орудие. Сейчас наш коллега Ганс расскажет, где мы и что происходит. So, could you please tell me what's going on here? We will go inside, but now just in general. Yeah, well, this is the bridge. From here you look around for safety. Это мостик, откуда идет наблюдение для безопасного прохождения. And at the moment, you're in the vicinity of an harbor, you always have a pilot, mostly you have a pilot, especially with foreign harbors. It's called pilot, yeah? Yeah, pilot, and he's guiding us to the right place in the harbor. Там находится пилот, который руководит направлением корабля. And at this moment, the ship is ready for birthing. You see, all the ropes are ready. And now, well, everybody's doing what you have to do, what he's doing every day. And you see the flags over there, and it's the call sign of the Aviser. Every ship has four letters, and it's international agreed. So, this is the Papa Alpha Echo uniform. And that's the four letters of the international call sign of the Aviser. It's the flag, which is on the front, and there are letters, and it's like a national code, which is the code of this ship, and every ship has their own code. Thanks a lot. I understand. And it's only inside, in port and outside you don't use it. Ah, these flags are placed only when the ship enters the port, and in the sea they don't need it. Let's go. It's cool. So, let's go. Паш готовится зайти в порт. Это, конечно, очень интересно находиться внутри этого процесса, следить как в кино. Конечно, мы очень признательны за этот эксклюзивный доступ для нашего проекта «Пограничная зона» находиться внутри, а не там, в порту, на пристине, на причале. Эти корабли сейчас усилились, патрулирование и присутствие кораблей НАТО в Черном море в связи с усилением проблем с безопасностью. Эти корабли прибывают сюда, чтобы обеспечивать свободу передвижения, в первую очередь, обеспечивать безопасное передвижение, свободу передвижения, значит, других судов. Ну, вы помните, что была конфликтная ситуация в Азовском море, в Керченском проливе, и после этого НАТО было принято решение об усилении количества судов, которые будут по конвенции Монтрео постоянно на массовой ротации сюда заходить. Также в апреле прибудет еще корабль французский в Батуми, корабль американский, корабль британский. Ну, а здесь вот мы получили эту возможность изнутри посмотреть, как корабль будет причаливать. Конечно, это очень интересно. Все готовы. Мы будем здесь стоять, чтобы не мешать экипажу. У всех есть своя работа в этот момент, у людей, которые занимаются коммуникациями, навигацией, технические работники. Да, здесь на мостике только несколько человек, очень много людей, которых мы не видим, они находятся на своих постах. How many people just on board? Well, now 210. 210 человек всего экипаж на борту. Because you have a helicopter with an extra international staff. And that's it. So that's 25, 30 extra. Usually it's 170. Да, обычно это 170 человек, но сейчас прибыл вертолет с международным стафом на борту. And how many countries are represented, do we know? 10 стран. 10 стран, моряки из 10 стран, экипаж из 10 стран НАТО присутствуют на борту. Разные страны, члены альянса. Сейчас здесь, конечно, представитель основных служб. Вот мы медленно заходим в порт. Здесь также присутствует координатор от береговой службы Грузии, который координирует с коллегами в порту вход корабля. Как он будет причаливать. Какие дни вы проживаете в Георгию? Мы уходим на пятнадцатый вечер. Трестнадцатый вечер. Так, три и полтора. Да. И вы будете проводить какие-то тренинги, да? Да, мы проводим какие-то тренинги. Да, будут проходить, как я говорил, то есть три дня корабль будет в порту и будут проходить учения с береговой охраной Грузии. Ага. Ага. Do you know what the scenario of this training? No, no, I don't know. Secret information? No, it's not secret. They're working on it, and there is a schedule, and I do this, but I don't know about it, so it's... Ah, okay. It's... They talk it over today, and they train it on Wednesday. And then when you see, they exercise. So, it's just about patrolling the... I don't know, border. Yeah? Well, it's exercising, working together, getting used to each other communication. So, like increasing standards? Yeah, well, getting used to each other, increasing standards. Да, ну, то есть эти учения направлены на взаимодействие между нацистскими судами и судами грузинской береговой охраны. Это турецкий фрегат, еще один корабль, это группы, сейчас мы выйдем на улицу и я вам покажу. Вот там стоит турецкий корабль, и видите, с нами идет буксир. Проверил. Представители службы по связям с общественностью тоже, конечно, снимают. Потом делают материалы. Вот флаг. Напомню еще раз, это голландский корабль. Сейчас я покажу вам вывеску. Я покажу вам название этого корабля. Такая экскурсия сегодня получилась. Для тех, кому это может быть интересно, у кого нет возможности, ну, честно говоря, в такой ситуации ни у кого нет возможности подняться на борт военного корабля, посмотреть, как это происходит. Вот стоит экипаж, все, конечно, ждут, пока будет возможность свободного времени выйти погулять по доме, в поте. Это маленький городок, кто не в Грузии живет, это маленький городок Грузии. Здесь находится он приблизительно в 50 минутах на машине от Батуми. Батуми все знают. Здесь, по большому счету, вот такой большой порт. Это основная достопримечательность Батуми. От Тбилиси 3 часа ехать. Вот работают представители службы по связям с общественностью. Идут переговоры, корабль направляют за стоянку, там, вы видите, вдалеке стоит, вот я показываю турецкое судно, и за ним грузинский корабль. Будет торжественная церемония, я думаю, как часто бывает в Грузии с национальными танцами, вином моряков встретят. Потому что, ну, конечно, заход натовских кораблей для Грузии это очень важно. Это никак не направлено против кого-то, не направлено на то, чтобы кому-то угрожать. Это символ того, что Грузия, маленькая Грузия, смогла стать партнером большого уважаемого альянса. И то, что безопасность Грузии в любом случае находится под, ну, давайте скажем, защитой партнеров по НАТО, которые прибывают сюда в знак, во-первых, солидарности, в знак поддержки, в знак обеспечения безопасности страны. И для того, чтобы вместе с коллегами грузинскими постоянно продолжать повышать уровень взаимодействия, совместной работы. Учения проходят штабные, учения проходят... А? А, окей. А надо пройти на другую сторону. Там интересно говорят. Вот. Значит, проходят штабные учения, проходят военные учения с участием солдат и также с участием офицеров штаба. Вот мы прибываем в порт. Сейчас я покажу. Очень сложно. Это очень сложно. Я вижу, что вы ее надо бить в туркзак, вы не можете это заботиться с этой шипой. Некоторые шипы имеют боевые шипы. Боксир? Да, боевые шипы, но это не только два пропеллера. Вы должны обратить их право. Мы задним ходом заходим в порт, это очень сложная процедура, потому что у многих кораблей есть буксир, то есть они подтягиваются, но этот корабль на двух моторах и он должен идеально как бы подойти задним ходом войти в порт. Как говорят, заходим пока что идеально. Надеюсь, что так и продолжится. У нас есть какие-то арматы, как оружие или что-то, я не знаю. Да, весь корабль у нас есть оружие, если нужно использовать его, но сейчас он уничтожен и уничтожен. У нас есть небольшие арматы, но это не подключается. И конечно, у нас есть основная страница, у нас есть вертикальный ламп system, и у нас есть анти-диск. Что это? Да, это ракеты дальнего действия. А, вот это ракеты дальнего действия. То есть у нас есть анти-диск? Да, это ракеты дальнего действия. Что это? 100 миль. На 100 миль они летят. То есть мы стоим... Мы стоим прямо рядом рядом с миссилами. Да, у нас есть анти-диск для анти-диск. Для анти-диск. Да. Да. Видите, что там есть? Да. Смоленые ракеты. Смоленые ракеты, которые дают много радио-диск. А, окей. Да. То есть вот эти маленькие ракеты, что там лежат, я показываю. Это запускается, чтобы, как сказать, радары спутать. Да. Теперь у нас есть два руководителя. Это запускается для анти-диск и анти-диск. Ага. Так, это все... Еще есть, да, ракеты против самолетов и против воздушной атаки, которые летят на 3 мили. Это для безопасности в последний момент. Да. Понятно. Да. То есть если что-то уже случается близко к кораблю, есть противоракетная оборона и против самолетов, которые могут атаковать корабль. Ну, не дай бог. А, есть? Также торпедная система против подводных лодок. Вот, вы видите, экипаж весь на местах. Ждет захода в порт. Ну, сначала, конечно, будет работать. Потом, я думаю, что у ребят, как я знаю, будет в свободное время. Они поедут в Батуми, будут, наверное, автобусы организованы, как это часто бывает в Пойте, чтобы ребята отдохнули. Потому что, конечно, это очень сложно все время находиться в этом закрытом судне. Здесь, как вам уже сказал, больше двухсот человек на судне. Вот, рядом с этими ракетами мы стоим, торпедами. Там стоит радар для воздушной обороны. И здесь сверху радар. дары на длинную дистанцию работающие чтобы видеть что где происходит наверху довольно медленно конечно процесс то что он должен быть очень аккуратным чтобы точно ювелирно пришвартоваться вот здесь в порту и это очень сложный процесс как на самолете самая сложная взлетать и садиться как выполнится ну да я еще раз просто хочу напомнить что эти учения очень важны для грузии вы хотите поговорить для камеры? вы хотите поговорить с кому-то? да, все хорошо не струбить кого-то кто-то на территории? я спросил можно ли поговорить с кем-то из экипажа ну конечно наверно мало кто захочет на камеру говорить они все-таки работают у них дела посмотрим то есть пока мы будем приставать все занимаются своим делом поэтому не будем мешать сегодня мы еще поговорим с командующей группой зайдем к нему в каюту там будет очень интересно и можно сказать немного о корабле как это тяжело как это очень интересная работа очень много учения очень много разные работы которые надо делать очень интересно но я спросил насколько тяжело далеко от дома так много времени проводить нет душе 3 сына да и конечно очень сложно когда дома все равно очень сложно когда дома есть семья ждет семья это очень много времени проходишь проводишь вдалеке потом трое детей и конечно очень скучаешь Какой был последний раз, когда ты был домой? Я был в конце октября. В октябре? Вау, почти год. 6 месяцев. Мы начали в январе, и мы были в октябре. На последние 6 месяцев команда находится в море, и не может попасть домой. Да, это много, просто стоять на корабле. Как часто ты идешь в какие-то городы? Иногда 2-3 недели полностью в море проводят. Иногда есть возможность почаще выходить в город. Так что ты позволишь идти где-то. Я не знаю, кафе, ресторан. Все, что ты хочешь. Как только ты... Не в обязательности. Да, как только ты не в обязательности, конечно. Но ты всегда представитель нашей страны. Недлежа, и в НАТО тоже. Ты должен себя чувствовать. Да, конечно. И быть профессиональным. Я уверен. Есть какие-то ограничения? Ну, ну... Мы не позволим людям делать так много, что они не знают. Ну, то есть надо себя нормально вести, потому что когда ты... Даже в свободное время закончил работу и выходишь в город, ты представляешь свою страну, ты представляешь Альянс НАТО, и ты должен себя вести профессионально и, так сказать, культурно. Ну, понятно, что все отдыхают, бары и так далее. Вот мы пристали. Это очень... Такой медленный, сложный процесс. Точный. А, и сейчас... А, и сейчас... А, и сейчас... И сейчас снимают эти флаги с буквами, которые нужны, чтобы подняться, и вешают грузинский флаг. Вот такая процедура. Когда экипаж зашел на территорию порта, вешается флаг страны и флаг НАТО, вы видите, рядом висит. Вот у нас такая сегодня уникальная с вами экскурсия. Я надеюсь, что не было скучно. Разные языки слышны, английский, даже русский был, болгарский, поляков много, но разные страны Альянса здесь присутствуют. Это традиционно, что когда вы везете порт, вы должны поменять флаг на территорию. Да. Да. Ну, вот когда входишь в порт, надо из уважения вешать флаг страны, куда ты прибыл. Да. Теперь мы... Мы закончили, да? Да. Да. Ну, это стоит 1 час, чтобы все, чтобы все, чтобы все технические работы были закончены. Вот мы причалили, но надо все это поправить и исправить и так далее. Я вам сейчас тогда покажу еще раз мостик и, наверное, мы сделаем паузу, потом продолжим рассказывать уже когда мы будем, будет церемония на пирсе и интервью с командующим группой. Я просто буду идти за минуту, чтобы показать, что происходит там. Да. И тогда, я думаю, мы сделаем пару паузов. Или есть ли еще что-то на корабле, которые мы можем показать или... Это все, достаточно. Хорошо. Что-то, что ты хочешь. Да. Я не знаю, может быть, что-то внутри. Может быть, вы спросите, когда вы хотите паузу. Да. Сейчас я покажу вам еще раз мостик, что здесь происходит. Рабочий процесс. Это командующий офисер Эйвитсен. Да, приятно познакомиться с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли спросить вам о камере или видео? Конечно. Спасибо большое. Спасибо большое. Я буду делать это, когда вы не будете с Комодором. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Ну, потом, когда корабль причалит и работа закончится основная. И мы с вами еще поговорим отдельно и с капитаном, и с командиром группы. И со всеми, когда они будут менее заняты просто. Ну, вот это еще раз показываю капитанскую рубку, где весь основной процесс происходит, командование кораблем. И на данный момент мы прощаемся и продолжим уже, когда будет возможность говорить с командиром группы. Спасибо. Это была экскурсия по кораблю голландскому части второй группы НАТО, которая прибыла в портпоте. Смотрим дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.